На этом уроке мы проведем морфологический разбор 18 аэта «Яума юн фахуфи ссули фатаатуна афуаджа» «В тот день, когда затрубят враг, и вы придете толпами» Слово «Яума» мы уже упоминали, сказав, что это слово по модели фаалу Трехбуквенное имя, без добавления, неправильное, нездоровое имя, так как его первая и вторая корневая буквы являются слабыми буквами. Имена, у которых первые две буквы являются слабыми, встречаются не так часто, например, «Яуман», «Уэйлун» и т.д. Следующее слово это «Юнфаху». «Юнфах» – это глагол настоящего будущего времени, фиалун мудалюн, по модели юфалу – глагол срадательного залога, мабниюн лильмачхули. Т.е. это глагол, который обозначает то, на что падает действие, в то время как действующее лицо не упомянуто, не упоминается. Например, в основе могло быть, допустим, «Яуман фуху Исраофил фессури» – тот день, когда ангел Исраофил подует в рог. Затем слой Исраофил, который является действующим лицом, было удалено или, скажем, изъято из предложения, после чего уже действие, т.е. дуновение, относится к рогу, т.е. упоминается только то, с чем это дуновение связано, так как здесь важно само явление – дуновение в рог, а не тот, кто это выполнит. Глагол срадательного залога образуется от глагола действительного залога, путем замены огласовки имеющейся в начале буквы приставки на дому, если она изначально не была огласована дома, а также замены огласовки предпоследней буквы на фатвы, если изначально такой там не было. Например, в пятибуквенных глаголах предпоследней буквы всегда огласованы только фатвы, во всех случаях, это касается породы ятафа'алю, ятафа'алю, ятафа'алю. В этих случаях мы просто заменим фатвы приставки на дому, а что касается предпоследней буквы, то она уже имеет огласовку фатвы. Такое правило в отношении любого пятибуквенного глагола, а также трехбуквенного глагола по модели яфалю. Например, ята-на-зау, он спорит, юта-на-зау, с ним спорит. Ита-вафа, он, то есть Аллах, или посланный им ангел забирает душу, юта-вафа, его душу забирает, и так далее. Пример для яфалю, это яфта'у, он открывает, юфта'у, его, допустим, дверь открывает. Ящерба, он пьет, ющерба, его, то есть напиток пьет. А в четырехбуквенном глаголе, в котором буква приставки в начале огласована, во всех случаях огласована дому, нам придется просто поменять кэсру на фатву. А что касается дому и приставки в начале глагола, то она здесь уже есть готовая. Например, юхриджу, он выводит, юхриджу его выводит. Юадью он враждует, юада с ним враждует. Юкрыму, юкраму, юда-хриджу и юда-хриджу. А что касается остальных пяти и шестибуквенных глаголов, а также трехбуквенных глаголов по модели яф'улю или яф'улю, то в них нам придется произвести оба вида изменения. Огласовка букв приставки в дому наряду с огласовкой предпоследней буквы фата, например, яштари, он покупает, юштара, его, то есть товар покупает. Юстадриджу, он заманивает, завлекает, юстадриджу, его заманивает, завлекает. Юдриджу, он бьет, юдрабу, его бьют. Юнсуру, он помогает, юнсуру, ему помогает. Значит, чтобы поставить глагол аль-мударя, глагол настоящего будущего времени, в страдательный залог, мы производим два действия одновременно. Это огласовка, имеющаяся в начале глагола приставки дома, а также огласовка предпоследней буквы глагола фата. Значит, дома первый, начальные буквы и фата предпоследняя. Осталось указать, что глагол нафаха, юнфаха, нуфиха, от чьей формы страдательного залога нуфиха и образован глагол юнфаху аль-мударя. Так вот, нафаха это фиалун сулясийун муджарудун сахихун сальма, трех букв на глагол, первообразная форма, без добавления. Здоровый, правильный глагол, так как здесь нет ни слабых букв, ни хамзы, ни однородных айна и лама, то есть второй и третий коренных букв. Аллаху альам. Аллаху альам.